Привет всем! В новом видеообзоре смартфон UA мы проведем тестирование флагманов линейки смартфонов Nefos от TP-Link. Уверены, многие из вас уже долгое время искали нечто подобное Nefos X1 – компактный и стильный девайс в металлическом корпусе с современными характеристиками за 225 долларов. Посмотрим, есть ли у этой модели недостатки. Те, кто привык ассоциировать TP-Link исключительно с сетевым оборудованием, ну или ничем особо не цепляющим взгляд первыми смартфонами Nefos, глядя на X1, приятно удивятся. Его корпус выполнен из металла серого или золотистого цвета и имеет зеркальный алмазный срез боковых торцов. За счет скошенных граней, плавному контуру задней поверхности и компактным габаритом Nefos X1 идеально ложится в ладонь и удобен в использовании одной рукой. Еще один залог быстрого и комфортного управления гаджетом на ходу или в транспорте на экранное плавающая кнопка быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. Без пластика в Nefos X1, правда, также не обошлось. Из него изготовлены вставки в верхней и нижней части корпуса, прячущие антенны радиомодулей. Кстати, если у вас под рукой не оказалось магнита, то вы вряд ли визуально сможете определить, что это пластик. Детали тщательно покрашены в оттенок, чуть темнее металла. На верхней вставке обустроен 3,5-мм аудиовыход и микрофон шумоподавления. А на нижнем порт microUSB и мультимедийный динамик. Он громкий. Звук на максимальной мощности не фонит и не искажается, но идеальным качеством также не выделяется. Замечу, внешний динамик здесь один, вторая решетка прячет микрофон. Есть возможность слушать музыку в наушниках из комплекта поставки, в который вошли также адаптер питания, кабель microUSB-USB, скрепка для открытия лодка сим-карт и инструкция пользователя. Клавиши регулировки громкости обустроены на правой боковушке над кнопкой питания. Они обе достаточно крупные, хорошо выступают над поверхностью корпуса, плюс отличаются текстурой, так что перепутать их не получится. В отличие от тех же сенсорных кнопок управления под экраном на FSX1, лишенных подсветки. Гибридный слот по две нано-сим-карты и карту памяти производитель интегрировал в левую боковушку модели. Здесь же находится позаимствованный у iPhone рычажок включения беззвучного режима. На задней стенке на FSX1 по центру нанесен логотип бренда, а над ним в один блок совмещены сканер отпечатков пальцев и объектив 13-мегапиксельной камеры с двухцветной вспышкой. Скорость работы биометрического сенсора, как и точность распознавания отпечатков пальцев, никаких нареканий не вызывают. Число ошибочных срабатываний и необходимость повторного прикладывания пальца сведены до минимума. Отдельно отмечу, что помимо разблокировки на FSX1 с помощью прикосновения к сканеру можно осуществлять фотосъемку. Теперь о камерах модели. 13-мегапиксельная основная, помимо двухцветной вспышки, получила фазовый автофокус, 4-кратный цифровой зум, режимы HDR, панорама, промежуток времени и замедленная съемка. Ручные настройки отсутствуют, нет ни оптической, ни цифровой стабилизации. Тем не менее, в автоматическом режиме при достаточном освещении фотомодуль делает хорошие снимки с неплохой детализацией. Со съемкой ночью справляется хуже, что в принципе не является сюрпризом, когда речь идет не о премиальном сегменте. Разрешение селфи камеры смартфона 5 мегапикселей. Предусмотрен режим украшения лица. Качество дневных снимков среднее, ну а ночных селфи лучше забыть. Помимо объектива 5-мегапиксельной камеры, над экраном Nefos X1 находятся также LED-индикатор, датчики освещения приближения и решетка разговорного динамика. Собеседника слышно хорошо, голос передается качественно и четко. При видеосвязи изображение выводится на 5-дюймовый HD-дисплей смартфона, который занимает 76% в его передней панели и прикрыт 2,5D стеклом. изготовлен по технологии Insult Touch, то есть лишен воздушной прослойки, за счет чего изображение на нем яркое и контрастное. А сенсорный слой, распознающий до 10 одновременных касаний, реагирует даже на самые легкие прикосновения. Дисплей Nefos X1 довольно неплохо себя ведет на солнце, имеет хорошую цветопередачу, широкие углы обзора и качественное олеофобное покрытие. Запас яркости высокий, регулировать его уровень можно как в ручном, так и в автоматическом режиме. Предусмотрена также возможность настройки цветовой температуры. Выводить изображение с дисплея смартфона на экран монитора или телевизора без проводов можно с помощью опции Miracast. Отмечу также работу Wi-Fi на частоте 5 ГГц и опцию Wi-Fi Turbo, позволяющую загружать файлы большого размера одновременно через Wi-Fi и мобильные сети. Что касается сим-карт, то одновременно не работает Nefos X1 лишь в режиме ожидания. В числе поддерживаемых сетей 2, 3 и 4G. Nefos X1 доступен в двух модификациях с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, или как у нас на тесте с 2 и 16 ГБ. Обе работают на базе восьмиядерного процессора MediaTek, так что существенную разницу в производительности продемонстрируют разве что бенчмарки. На практике даже с 2 ГБ оперативки не возникало проблем с плавностью работы интерфейса или запуском приложений. Смартфон без подтормаживаний воспроизводит HD-видео и тянет большинство игр, обеспечивая приемлемый уровень частоты кадров. Плюс в карму данной модели неплохая автономность, несмотря на аккумулятор емкостью всего 2250 мАч. В режиме непрерывного воспроизведения HD-видео онлайн на среднем уровне подсветки экрана смартфон продержался 9 часов, в режиме игры до 4. В распоряжении пользователя два режима энергосбережения – интеллектуальный и максимальный. Работает Nefos X1 под управлением операционной системы Android 6.0 с фирменным лаунчером без отдельного меню программ и без никаких излишеств среди предустановленного программного обеспечения. Из 16 ГБ встроенной памяти для хранения файлов пользователю доступно чуть больше 10. Реализована поддержка и карт памяти, и технологии USB OTG. Что ж, Nefos X1, безусловно, хорош. У него очень привлекательный для данного класса дизайн, отличная эргономика, качественный экран, неплохие для дневной фотосъемки камеры, а также достаточная для среднестатистического пользователя производительность и автономность. Вся загвоздка в цене. За 225 долларов в Китае можно найти куда более мощный смартфон. В этом случае плюс Nefos X1 – официальная гарантия и сервисное обслуживание. Субтитры создавал DimaTorzok